всем привет мои дорогие сегодня у нас мотивация на готовку я некоторое время отсутствовала не выпускала видеоролики просто была занята да и собственно говоря занималась заморозками заготовками сняла такое масштабное видео масштабную заготовку много всего наготовила много всего заморозила теперь нужно еще этот видеоролик подготовить и выпущу его на канале мастер своего дела будете смотреть там много интересного честно очень много интересных идей я постаралась сделать большую такую масштабную заготовку чтобы нам хватило надолго и тем самым поделюсь идеями с вами также сейчас сезон овощей начинается также сезон ягод ягоды я еще не замораживала а вот овощи по зелени тихонечку начинаю сейчас у меня идет такая активная заготовка ночных стрелок укропа зеленого лука что-то снимаю что-то нет потому что не хочу повторяться у меня на канале много видео заготовок запасов я имею на канале мастер своего дела поэтому смысла не вижу снимать видеоролики которые но уже практически такие же есть на канале просто делаю запасы для себя но также мне появились некоторые интересные идеи чесночными стрелками новые идеи и я думаю что будет правильным если я и не поделюсь также с вами также еще хотела но это вообще не в тему людей тема заготовок хотела продать некоторые свои платья которые у меня ну я и который не ношу скажем так платье в хорошем состоянии но мне прям неудача получилась такая я решила подать объявление мне начали сразу же написывать мошенники то есть им нужно было дать адрес электронной почты там код подтверждения что-то еще в этом роде поэтому прям идея моя так скажем остается где-то позади боюсь что не удастся ее осуществить не получится продать эти наряды платья и просто хотела немножечко освободить шкаф вещи есть хорошие прям очень такие которые упала ну не за дешево скажем так и не захотелось просто немножечко их подешевле продать ну немножечко даже больше чем за полцены не оставляла стоимость и не получилось поэтому девочки если у кого-то есть опыт продажи может вы мне посоветуете что можно сделать с нарядами которые уже не носишь до хорошими нарядами куда их можно как можно продать и вообще как правильно это сделать я честно скажу никогда такими занималась то есть для меня это вообще новое не знаю никогда ничего не продавала поэтому если кто-то знает у кого то есть опыт то советуйте буду очень рада также меня конечно интересует вопрос доставки до покупателю как это все правильно сделать тоже буду очень рада вашим рекомендациям да и вообще нужно мне навести такую ревизию у себя в гардеробе то что уже не ношу то что может быть уже не подходит по размеру нужно брать вот что-то кому-то отдать что-то хотелось бы конечно продать но не получится продать значит не получится но вернемся на кухне данной мотивации из курицы это сделала также очень много заготовок у меня получилось такое большое количество филе куриного я сделала котлеты также сделала рулетики отварила мясо отделила корточек бульона заморозила в общем очень много идей также много новых идей замораживала не только курицу но также рыбу свинину в общем такая масштабная получилась заготовка я думаю что нам этого запаса примерно на месяц хватит всегда у меня дома есть запасы в морозилке как готовой еды так и полуфабрикатов также много всего заморозки из овощей фруктов в конце зимы весной в начале лета стараюсь прям все освободить из морозилки в плане овощей фруктов я имею ввиду все это использовать по максимуму чтобы уже новые запасы туда отправить вложить все в общем то чтобы было вкусненько следующей зимой осенью и весной также в процессе заготовок заморозки я не забываю про обычную будничную еду готовлю обеды ужины тоже небольшими фрагментами вам здесь попадает это в записи кстати мои дорогие хотел бы вам порекомендовать одну площадку платформу на которой я сейчас сама работаю напишу там также рецепты это паблику очень такая большая площадка там очень много интересного можно почитать найти для себя что-то я лично для себя нахожу там просто уйму идей в плане рецептов кулинарии очень много всего я внизу вам оставлю ссылочку посмотрите обязательно я думаю что многих заинтересует кто-то захочет читать смотреть там что-то да кто-то возможно будет так же как и я писать там поэтому посмотрите может кто-то выберет как и я ну а сейчас очень актуальны блюда из кабачков я также готовлю я обожаю оладьи кабачковая оладьи с добавлением моркови манки все очень просто быстро и вкусно ну и к тому же полезно я обожаю с чесноком дочку мне чеснок не любит поэтому иногда заменяю на сушеный чеснок совсем по минимуму буквально по щепотке добавляю иногда вовсе исключаю ну конечно с добавлением чеснока мне кажется кабачковые оладьи более вкусные и более такой интересный вкусовой вариант сейчас на дачном участке у нас растет мята и я также ее заготавливаю я замораживаю мяту обрываю листики укладываю в контейнеры и замораживаю а затем зимой можно уже наслаждаться горячим чаем с мятой просто вынимаю несколько листиков мы добавляю в чашку и заливаю кипятком очень вкусно сезон главное не упустить время и сделать правильные вкусные заготовки чего и по мне также рекомендую я с вами прощаюсь вы еще посмотрите немного мою мотивацию но мы с вами скоро увидимся всем пока пока удачи Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...